Всем привет! У нас в очередной раз вторая итерация нашей лекции, наших встреч по поводу языкопрограммирования Python. Так вот, сейчас, как я и обещал, я буду рассказывать какие-то совершенно очевидные вещи, которые мы с вами, как люди, знающие несколько языков программирования, знаем и без того. И я буду стараться, тем не менее, обмазывать эти очевидные вещи какими-то плюшками Python, которые, если вы и знали или вдруг не знали, в общем, всякое интересное. Давайте сосредоточимся на осознании того, насколько в Python хорошо или плохо, с вашей точки зрения, вообще эта часть проработана. Потому что, казалось бы, что может быть такого интересного в алгебре логики, которую мы знаем, кто со школьной, а кто с первого курса. У нас есть наши прекрасные типы данных true и false. Они являются ключевыми словами в Python. Соответственно, какие-нибудь сравнения, о которых я чуть позже расскажу, как раз возвращают true и false. Мы ими уже пользовались сравнениями с вами. А значит, казалось бы, что можно тут такого придумать? Ну, давайте просто вспомним, что тип у этих штук специальный, bull, он, кажется, называется. Тип у этих двух переменных специальный. В третьем питоне, так же как во втором, так же как и в первом, есть тяжёлое наследие, ну, такое, нет, не тяжёлое, лёгкое наследие языка программирования C, которое состоит в том, что, конечно, тип-то у него, bull, это отдельный этот самый класс, но на самом деле это ноль единиц. Помните, я говорил, что в питоне нет подкапотных кастингов, нет подкапотного преобразования типов? Его действительно нет. В данном случае, я думаю, работает числовой протокол, что true и false в действительности являются числами с точки зрения питона. И это значит, они могут поддерживать операцию сложения с целым, ну, и результат операции сложения с целым – это целое. По поводу того, как работает оператор протокола, мы будем говорить, уже когда будем говорить про объектную модель, то есть я не отказываюсь от своего утверждения, никаких подкапотных кастингов не существует, просто для true и int определена операция сложения. Вот и всё, она определена уже. Ну вот, а значит, тем не менее, мы можем пользоваться true и false как ноликом и единицей. Соответственно, поддерживаются все те самые операции логические, которые мы обычно привыкли видеть в языках программирования, и, или, и не, которые выглядят как or, and, и not, соответственно. И давайте вспомним такую штуку, которая называется таблица истинности. Вот, это тоже из какого-то первого курса, вот, какая-то дискра такая, прям такая совсем для самых маленьких. Да, я лично это учил, изучал, читал в книжке, мне мама рассказывала, ну, короче, это было очень давно, в каком-то детстве. Вот, значит, вовсе не в университете. Короче говоря, операция или она равна false только в том случае, если оба операнды false, в основных случаях она равна true. Операция и, наоборот, она равна true только в том случае, если оба операнды true, в остальных случаях она равна false. Ну, казалось бы, чего сложного-то в этом таком, да? Это соответствует нашему бытовому понятию про и, или, и не. Ну, и, соответственно, так мы и пишем. True and false – это false. А true and true – это true. В общем, ничего тут такого нету совершенно секретного и так далее. Операции and и or имеют очень низкий приоритет. And чуть более высокий, чем or, да, не зря or называется логическим сложением, а true – логическим умножением. Но они имеют более низкий приоритет, чем любые другие операции. То есть мы можем написать, там, допустим, 1 больше 5, and 5 больше, тогда уже меньше, 3. Из каких скобочек нам ставить не надо? Никто не будет вычислять 5 and 5 вместо того, чтобы, значит, такие дела. Тем не менее, кстати, операция 5 and 5 вполне себя валидна. Мы сегодня её даже проделаем. Приоритет у логических операций более низкий, чем у всех других арифметических операций, для того, чтобы сначала вычислилось арифметическое выражение, а потом уже... Но, казалось бы, на этом разговор про логический тип можно было бы и завершить в питоне, потому что мы всё знаем. Но на самом деле нет. Главная фишка питона – это такое продолжение сишной идеологии про то, что у нас есть 0 – это false, а всё, что не 0 – это true. Продолжение этой сишной идеологии на вообще произвольное питоне объект. Все питоне объекты, все питоне экземпляры классов делятся на так называемые пустые и непустые. У любого типа может быть пустой и непустой экземпляр класса. И по той же схеме, как в C, определенные экземпляры называются пустыми, а все остальные непустые. То есть false – это пустой объект типа bool, а true – это непустой объект типа bool. 0 – давайте, скажем, вот так напишем. 0 – это, очевидно, пустой объект типа int, а любой другой – это непустой объект типа int. То есть мы можем вообще любой объект, вообще любой объект, например, пустую строку, интерпретировать как, ну вообще строку, интерпретировать как true или false. Значит, пустой объект – это false, непустой объект – это true. Ну вот, например, пустой список. Это явно был раньше false, теперь он true. Непустой список и так дальше. Фактически, как мы это увидим ближе к концу семестра, за факт вот этого преобразования отвечает специальный метод нашего класса, который так и называется bool, ну вернее, два подчеркивания, bool, два подчеркивания. Но факт остается фактом. Любой объект в питоне может быть интерпретирован как логический и будет проверяться, пустой он или нет. Ну, кстати, как мы еще знаем, вот вещественный ноль тоже пустой, а вещественный не ноль, не пустой. Вот. Итак, пустые объекты могут быть в любом типе. Вот. Ну и, собственно, вот. Давайте подумаем над тем, как преобразуется таблица истинности с условием того, что у нас совершенно необязательно соответствующий объект должен быть именно типа bool. Он может быть любого типа, потому что мы его интерпретируем пустой и не пустой. Ну, все совершенно очевидно. Давайте заменим false на пустой, а true на не пустой. И получим такую же точную табличку истинности безо всяких изменений. Точно так же. Ну вот. Пустой список, не пустой список. То, что возвращает метод bool. Давайте попробуем. Если не определен, то все по умолчанию true. Вот. Вот, пожалуйста, вам пустой класс. Вырожденный класс, у которого нет метода bool. Но он на самом деле есть, я думаю. Он есть. Нету, нету. Похоже, что нету. Ну вот, значит, протокол, протокол, как это, оценивание пустоты, не знаю, как это называется по-английски, так устроен, что если у вас не определен соответствующий метод, то он просто по определению true. Ну вот. Значит, так вот, осталось сделать один интересный шаг, и мы получаем табличку истинности, в которой вообще нету вычисляемого значения. Смотрите. В табличке истинности над полем bool мы говорим, что один false, другой true, и вычисляется результат true. Как только мы считаем, что пустота, то есть труёвость и фалсовость, это, значит, такой просто атрибут объекта, мы можем вообще не заниматься вычислением какого-то выражения, а делать буквально следующее. Например, or. or. Если оба объекта пустые, то надо возвращать false, например, второй объект. Если первый объект пустой, а второй не пустой, надо возвращать true, например, второй объект. Если первый объект не пустой, то надо возвращать первый объект, потому что результат всё равно true. Понимаете? Да? То есть вот такая табличка истинности, она тоже совершенно истинная, и, соответственно, в случае end такая же история. Мы проверяем, что если первый объект пустой, мы сразу возвращаем первый объект, потому что результат по определению false. А если первый объект не пустой, мы возвращаем сразу второй объект, потому что если он пустой, надо возвращать false, а если он не пустой, надо возвращать true. Смотрите, как это выглядит. 1, end, 4. Потому что end. Мы проверили, что первый не пустой, значит, возвращаем второй. Давайте теперь посмотрим, допустим, какой-нибудь пустой объект, Мы проверили, что первый объект пуст, значит результат false у end, значит, надо возвращать первый объект. Та же самая история с or. А если первый из них пустой, то второй. Вы можете проверить вручную, что вот эта табличка и вот эта табличка абсолютно эквивалентны. Мы даже не можем говорить о небинарной логике, логика бинарная, логика true и false, просто интерпретация объектов разной. Но обращаю ваше внимание на то, что при этом никакого вычисления по сути не происходит. Мы уже проверили пустоту объектов и возвращаем либо первый, либо второй объект. Осталось только на это дело намазать то, что в языках программирования называется ленивые вычисления. И что, кстати, тоже есть в языке программирования C, оттуда это наследие. То мы получим вот такую вот модель условных операторов булевского типа в питоне. Смотрите, если мы написали что-то типа false and, ну, не знаю, там, единицы делить на 0, то результат этой операции false. А если мы вот напишем or, то результата этой операции вообще не будет, потому что питон попытается вычислить единицу делить на 0 и получит exception. Значит, вот в этом случае мы имеем дело с ленивым вычислением, при котором вычисляется левый оперант, и поскольку тут написано and, а левый оперант уже false, правый оперант не вычисляется вообще. А зачем? А вот в этом случае мы проверили левый оперант, но поскольку он false, надо вычислить правый, и тут всё отвалилось. Ну и, соответственно, если бы здесь было true, то опять же нет необходимости вычислять правый оперант. Это ленивые вычисления, удобная штука. Ну, например, если мы пишем что-нибудь типа a, b равняется 1, 2, 2, и что-нибудь типа if b, c равняется a делить на b. Очень хорошо. Сейчас, секунду. Как так там вот? Нет. Я не знаю, как это сделать. Не умеет она. Ну ладно, хорошо, давайте сделаем так. А вот если будет вот так, давайте ещё else напишем. Вот. Сейчас, а что я здесь не так сделал? А, конечно. Где нужны ленивые вычисления? Здесь нет никаких ленивых вычислений. А! Вот эту сложную операцию можно сократить до чего-нибудь такого. c равняется b, or, and, а делить на b, or 100500, o. Вот. Вот. Да? Значит, вот в этой строчке мы видим явный пример удобства ленивых вычислений, при которых мы вообще не вычисляем вот эту часть. Потому что нет в этом необходимости, мы уже увидели, что b это false, значит, вот эта вся штука равна false, заранее известно. Вот это вычислять не надо, поскольку это false, здесь or, значит, надо вычислить вот это. Ну, собственно, результат вот. У этого способа, вот этого извращения, которое к нам пришло из c, есть пришедший же из c, drawback, такой неприятный момент, что такого рода конструкции не являются хорошей заменой условной операции. Сейчас, дайте я вспомню пример, может быть, он у меня есть в лекции. Вот. Смотрите. Вот такая операция a, and, b, or, c не является заменой операции вот такой тернарной в си, потому что, давайте попробуем, a, b, c равняется 1, 2, 3. a, and, and, b, or, c. Ну, очевидно, 2. Почему? Ну, потому что и а, и b должны быть, да, должны быть истины, и а, и b, значит, возвращается истина, то бишь, b. Вот. И совершенно не такая же история. Ну, вообще-то мы-то хотели, чтобы это было, если не а, то б, и чтобы был ноль. А действительно у нас будет, естественно, c, потому что a, and, b равняется false, и or, c приезжает c. Поэтому так писать не надо, надо писать вот так вот. c, if, что там, a, else, b, вот. И тогда всё будет работать. Такие дела. Значит, ну вот, кстати, вот ещё одна забавная операция, логическая, которая вычисляет вот это выражение, и если оно истинно возвращает вот это, а если ложно, то вот это. Вот, значит, ну, чтобы просто нам не вазать. Ну вот, значит, а мы тем временем возвращаемся дальше к нашему разговору. Вот, значит, итак, в логических операциях, and, or, not, присутствует, and, or, присутствует, во-первых, вот эта вот табличка истинности, которую мы тут посмотрели, забавная такая, вот, вот такая, вот, а во-вторых, значит, во-вторых, присутствуют ленивые вычисления. Теперь, значит, относительно сравнений. Ну, как обычно, сравнение мы с вами уже видели, это вот ровно так и работает, ничего здесь удивительного нет. Результатом сравнения, разумеется, является объект типа булл, какой же ещё. Вот, за, опять же, некоторыми исключениями, например, в питоне есть, вы помните, я про это говорил в прошлом, когда рассказывал про связывание в прошлый раз, есть операция сравнения из, то есть вот... и у нас будет не только а равно b, но и а из b, это вообще один и тот же объект, вот, один и тот же объект, у него одинаковый идентификатор, и всё. Да, а вот если мы напишем что-то типа такого, то у нас будет два совершенно разных объекта, я вангую, потому что, ну, потому что это списки, и у нас вполне может быть а равно b, а из b неверно. Вот, это первое из операций сравнения, которые есть не во всех языках программирования, в питоне есть, из. Вот, ещё довольно забавно есть синтаксический сахар. Вы не подумайте, что а – это нота от b, из нот – это такая операция сравнения. Но чтобы не писать нот от а из b, потому что это выглядит странновато. Это на самом деле неудобно читать вслух, на самом-то деле. И вне а равно b. Чего? А тут, ну, извините, и вне а является b, а тут и if a не является b, ну, вот, из нот. Вот, аналогичная ситуация с оператором in. Оператор in, операция in, это тоже такая штука, которая возвращает true и false. Справа должна стоять последовательность. В действительности там всего лишь, кажется, должно быть определён протокол последовательности, наличие метода gate item или что-то такое. Но это, собственно, всё не важно. Важно то, что справа должна стоять последовательность, а слева элемент. И мы проверяем, есть ли такой элемент в данной последовательности. Ну вот. Соответственно, здесь тоже имеется синтаксический сахар по той же самой причине. Потому что писать нот, это тяжело. Но потом читать не 2 в b, что, кто в чём. А читать 2 не в b, или там 12 не в b, это как раз гораздо проще. То есть вот оба этих улучшения, они направлены на людей, которые в уме произносят то, что читают. Таких людей, в общем, примерно половина, как известно. Да. Ну вот, такие две операции сравнения. Помимо операций сравнения, там больше равно, меньше равно, не равно, не равно пишется вот так. Кажется, раньше во втором питоне можно было писать вот так, но давно уже нельзя. Или в первом можно было так писать. Вот. Значит, помимо этого, есть одна забавная очень тема. Это многоместные сравнения. Многоместные сравнения это такие чисто математические хреновины вида а больше b, больше c, больше d. Смотрите. Ну, конечно. Только меньше. b. О. Видите, какая красота. Значит, обращаю ваше внимание, что в языках программирования, скажем, не настолько замороченных красотой, вот такая запись, в принципе, вроде как невозможна. Но представьте себе, если мы эту штуку интерпретируем на си. Вообще-то мы должны будем расставить скобочки. а меньше, чем что? Чем вот это выражение. А это меньше, чем что? Чем вот это выражение. Вот. Ну и понятно, что мы здесь сравниваем c с d, здесь сравниваем b с true или false, здесь сравниваем a с true или false. И это не так работает. Вот эта фигня работает не так. А как же работает эта фигня? Давайте попробуем смоделировать. Давайте сократим на одну. Как работает вот такая фигня? Ну, очень просто. Мы должны проверить, что a меньше b, а b меньше c. Как на формальный язык переводится операция a? А b меньше c. И, да, совершенно справедливо, то есть в действительности вот такая конструкция раскрывается в a меньше b, and b меньше c. Вот. И все довольны. Вот у нас, мало того, мы можем же вот так вот написать, например. Бога раз. То есть в многоместных сравнениях операция и сравнение не обязаны быть одинаковые. Вот. Ну, такой запись, в общем-то, никому не нужна. Если вы такой будете часто практиковать в своих программах, вам будет тяжело читать это. Ну, а вот такая запись, она прям сплошь и рядом встречается, потому что она такая ужасно математичная. Вот. В связи с этим, есть несколько таких приколов, которые очень трудно перевести на русский язык спитонива. Ну, например. Очевидно, что false это false. Например, true in false. Очевидно, что объект true не содержится в списке, в котором содержится только объект false. Поэтому результат false. Вась. Хорошо. False is false in false. Сейчас. Погодите. Ну, false in false, это же true. Почему false is true? Что-то здесь не так. Ответ. Не надо это читать как по-английски. Надо это читать вот так. То есть false is false and false in false. А, ну тогда понятно, почему это true. Значит, не дайте вот такого рода конструкциям сбить вас с толку. Всегда понимаете, всегда имеете в виду, что любое многоместное сравнение это просто суперпозиция, что это, конъюнкций. Да? Вот. Это конъюнкции из соответствующих операций. Да, вы пропустили. Бывают пустые объекты и не пустые. Обе true. True. Да, причём в обоих случаях. И вот в случае end, в случае or. А, нет, стоп, никакой не true. В случае end вернётся b, а в случае or вернётся a, если вы про это. Вот. Вы действительно пропустили. Вот она, эта табличка. Вот она. Вы хотели знать, вот что написано в правой колоночке. Вот оно, вот тут написано. Вот. Что? То есть не важно, как-то в порядке, в порядке, на последней или первой. А, вы имеете многоместные операции? В многоместных операциях, извините, вы опять пропустили, потому что в многоместных операциях на самом деле это выглядит вот так. Соответственно, на самом деле это конъюнкция из двухместных операций. Ну, потому что в действительности вот такая вот последовательность, ровно это и значит, конъюнкцию из сравнения. Так что да. В общем, не дайте вас обмануть, вот эти вот конструкции, они выглядят как афоризм. И, собственно, афоризмом и являются. Не всегда удобно так писать. Тут в ютубчике комментируют отличный способ стрельбы по ногам. Неплохой способ, я согласен. Ну что, значит, про условную операцию мы с вами уже говорили, которая аналог тернарной операции в C, это что-то типа а а if не так, значит, давайте мы сделаем не так. а запятая б запятая condition condition равняется раз, два, три. И а if condition else b. напоминаю, что это арифметическая операция, это не оператор, а именно не арифметическая, но именно что операция, мы можем написать что-нибудь в таком духе, и результат этого выражения, вот, не операция, выражение, это выражение, тернарная операция, это выражение. Результат этого выражения будет поименован именем рез. Вычисляется вот это вот, вот этот объект вычисляется, проявляется, пустой он или нет, если он не пустой, возвращается результат вот этот, А если пустой, то вот этот. Условное выражение это называется. Ну, в общем, тут все примеры мы с вами видели. В этом примере, кстати, в конспекте лекции прямо явно указано, в каких случаях конструкция A and B or C не равна конструкцию B if A и L с C. Вот в случае, когда у нас здесь вот так, одна из них вернёт 0, а другая 3. Мы, наверное, хотим вот такую конструкцию, мы хотим тернарную операцию полноценную. Ну вот, теперь относительно условных операторов. С условными операторами в питоне всё очень просто. Тут трудно придумать что-то такое прям вот сногсшибательное. Единственное, что надо помнить, что в питоне отступ в операторных блоках является частью синтаксиса. То есть, если мы пишем что-то типа if A, то вот так вот надо это делать. Количество вот этих пробелов внутри одного блока должно быть одинаковое, любое, но одинаковое. Традиционно считается, что удобнее всего форматировать 4 пробела отступа. Соответственно, если выражение вот это не пусто, то вот все эти операторы внутри операторного блока будут выполнены. Ну, как бы, ничего такого в этом особого нету. Ну, как бы, понятно. То, что внутри оператора стоит. Такая же история с клаузой else, понятное дело. Значит, если вы хотите, если вы хотите альтернативу, то пишите. Вот, примерно так. Да, значит, обратите внимание, что этот оператор, у него отступ уже нету соответствующего. Это значит, что он просто следующий оператор в вашей программе, поэтому он в оператор их не входит. Вот это у нас клауза true, в смысле, часть true в нашем операторе, а это часть false, клауза else. Вот. Ничего военного совершенно. Значит, кроме того, что отступы значимы. И если мы попробуем ввести вот так, то моя командная строка сейчас на нас просто наругается. Скажет, что так делать нельзя. Да, видите, неправильный индекс. Ну вот, значит, поскольку в петоде практикуется форматирование отступами, и это влияет на читаемость кодов в хорошую сторону, как мне кажется, есть одна чистая проблема читаемости, связанная со вложенными ифами. Представьте себе ситуацию. Вот у нас есть а, б, равняется 1,2. И мы хотим проверить не два варианта, а три. Что одно больше другого, одно меньше другого, и они равны. Мы пишем if а меньше b, print меньше. Так, не так. Вот здесь кавычки поставить. print меньше, дальше else, if а больше b, print больше, да, else, print равно. Обратите внимание на то, что получился такой, в общем, неприятненький кусочек кода, потому что тут одна ступенька, а тут две ступеньки. Хотя на самом деле мы проверяли кри равных случаях. А больше бы, а меньше бы, а равно бы. Для этих ситуаций в питоне есть просто очередной синтаксический сахар, который выглядит вот так. Вот так он выглядит. И в результате у нас получается три клаузы в одном и том же месте. Вот. И здесь тоже сдвиг надо сделать нормально. Вот. Это гораздо читаемее, согласитесь. Вот. Вот этих e-лифов может быть, разумеется, сколько угодно. И надо отдавать себе отчёт в том, что это никакой не оператор switch, это никакой не переключатель, это именно что последовательное применение ифов друг за другом. То есть сначала проверится вот это условие, если оно неверно проверится вот это условие, если оно неверно проверится в следующее условие, будь оно есть, и так дальше, до финального else, который выполнен только в том случае, если все подряд проверенные нами условия оказались в том случае. Вот. Ну тут тоже, мне кажется, нет никаких этих самых... Ну смотрите, как это всё работает. Ну точно так же, как и здесь. Смотрите. То есть если мы зашли сюда, то у нас уже больше некуда выходить. После того, как один вот этот, скажем, е-лиф проработал, и здесь у нас true, мы выполнили вот этот оператор, и всё. Ну то есть давайте проверим, если вы... Ну короче, всё просто, да, всё не так сложно, как вам кажется. Что? Олив я написал. Давайте. Вот. Да, то есть идея стоит в том, что, разумеется, как только вы нашли, как только в одном из е-лифов у вас выражение равно... Выражение не пусто, оно равно true, то выполняется именно эта е-лиф и больше ничего. Понятный взял. Ну это везде так. Во всех языках прогримеров делают именно так. Ну вот пример. Когда я писал план лекции, я не поленился и сделал тройную вложенность. Тут ещё лучше видно, чем вот такая конструкция. Гораздо более удобнее, читаемее, чем вот такая конструкция. Теперь, значит, некоторая тема, которая в питоне, скажется, позапрошлого года существует, которую мы только-только потрогаем краешком, но в неё сегодня до конца не зайдём, потому что нам не хватает знаний. Вот во всех операторах, во всех языках программирования, типа там, не знаю, ну, скажем так, почти во всех языках программирования, в которых есть оператор выбора, как кейс всяк. И, кажется, в Паскале тоже что-то подобное было. Забыл. Как свитч в шеле. В большинстве языков программирования оператор матч-кейс, он очень простой. Мы вычисляем выражение, а потом сравниваем это выражение с одним из результатов. В питоне это совершенно не так, потому что такого расширения, такого расширения языка, просто, ну, оно, от него ни горячо, ни холодно. И в действительности оператор матч это именно что оператор сопоставления того объекта, который указан вот здесь, тем вариантом представления этого объекта, который указан в полях кейс. Для того, чтобы это до конца понять, мы должны немножко разобрать, как работает объектная модель в питоне. Поэтому мы этого делать не будем сегодня. Ватс, дойдем до объектной модели и сделаем. Но идея стоит в том, что в самом примитивном случае оператор матч-кейс может работать именно как селектор. Ну, давайте попробуем. А равняется, там, не знаю, раз, два, три. Матч. Мая сказал. Матч. А, ну, скажем, на 10, кейс, скажем, 12, принт 12, кейс, ну, скажем, 1, принт 1, кейс, ну, скажем, var, принт var. Вот. Обратите внимание вот на что. В этом примере, давайте мы попробуем, а равняется, ну, скажем, 2, 3, 4. В этом примере уже видно, что оператор сопоставления умеет не только сравнивать объект с некоторой константой, но и, например, заполнять так называемые свободные переменные в шаблоне объекта. Вот мы говорим, что если это 12, то пускай будет 12, если это 11, то, скажем, да нет. А если это что-то другое, положите это что-то другое в переменную, назовите ее именем var. Будем делать что-то с этим именем var. Вот это вот называется свободная перемена. Она связывается с сопоставлением. В более сложных случаях, у нас будет предпоследняя лекция, посвященная этому делу, в более сложных случаях вы можете, например, взять объект и некоторые поля в нем специфицировать константами, а некоторые поля оставить свободными переменами, чтобы туда приехало конкретное значение. Вот. Такая вот заголгулина, которая, по сути, конечно же, является с точки зрения программирования просто банальным переключателем, управлением потоком вычислений, но основным на структуре объекта. На сегодняшний день нам достаточно вот этого примера. Вот здесь у нас, значит, здесь у нас выражения, которые константные, а здесь у нас свободные перемены. В действительности там все несколько сложнее. Обратите также внимание на то, что в примере в лекции, вот тут написано match int input сразу, у нас вообще, вот в этот момент, в момент выполнения строчки 3, мы уже потеряли этот объект, который мы ввели, он ничем не связан вообще. Тут-то он хотя бы связывает с переменной, а тут мы его ввели, и мы знаем, что он единица, но ссылки на этот объект у нас уже нет. Ну, так написан код. Так это задумал автор. Зачем? Что я могу сказать еще на эту тему? У оператора match существуют два пепа, связанных с его введением, и один пеп, это по нему тьюториал, который рекомендуется прочитать всем, кто уже думает, что знает питон. Ну, потому что там будут например, вот такие штуки. Или вот такие. В общем, идея стоит в том, что это сложный оператор, не такой простой, как кажется, и тех сведений, которые я успел выдать за эти две лекции, не хватает для того, чтобы в этом операторе разобраться до конца. Ну, вот на таком уровне работают. Так, значит, мы помним, что помимо условных операторов все должны быть операторы цикла, по крайней мере, процедурные языки программирования так работают, в них нужен оператор цикла. Ну, и в питоне, разумеется, есть оператор цикла. В общем, тут я хочу традиционно, я этим занимаюсь уже не первые десятилетия, пнуть авторов всевозможных учебников по программированию, которые говорят, что у цикла while есть две части. У цикла while есть четыре части, а не две. У любого цикла, который в процедурном языке оформляется, есть четыре части. Инициализация, условия, тело, изменение условий. Пропуск любой из этих частей делает цикл бессмысленным. Например, если у вас нету инициализации, ну, не так, это самый сложный вариант, ну, если у вас нету условий, то это не цикл. Если у вас нету тела цикла, то непонятно, зачем вы его вообще запускаете. Если у вас нету изменения условий, то вот это условие будет всегда истинно, и ваш цикл будет вечным. А вот если у вас нет инициализации, то получится такая неприятная картина. Ну, допустим, давайте попробуем неприятную картину смоделировать. Это всё уровень первого семестра, первого курса, но вдруг кто-то не знает, зачем цикл нужна инициализация. Ну, что-нибудь такое написать, там, и равняется единице, while, да, while и меньше, там, 5, print и, и плюс равно 1. Ну, прекрасно, да? Теперь давайте повторим этот цикл несколько раз. Допустим, g равняется единице, while g меньше 5, g плюс равно 1. Значит, вангуйте, сколько раз, сколько строк сейчас выдастся на экран? Ни одной. И уже 5. Да. Что мы пропустили в канонической схеме цикла? Инициализацию внутреннего цикла. Всё правильно. Всё правильно. Вот видите, да, даже несмотря на то, что это задачка уровня первого курса, первого семестра, на автомате наши мозги её промакивают. Но нам кажется, что мы всё уже сделали. Не забывайте про инициализацию. Какая практическая мотивация выделять, ну, определять тело от изменения условий? Пжи-хи-хи-хи-хи. Мы обычно это делаем цикл while а тело это и есть изменения условий. Смотрите. Забыли изменения условий. Вангуйте, сколько раз будет, сколько строк сейчас выдастся? А почему просто не считать? потому что если у вас нет изменений условий то даже если есть тело в котором написано print цикл будет работать не так как вы хотите это семантически разные структуры в том что называется тело вы пишете полезную нагрузку но в этой полезной нагрузки совершенно не обязательно должно должно быть должна присутствовать группа операторов которые меняют те условия которые вас стоят в условии она должна быть схеме цикла она есть то есть это чисто по смыслу по смыслу в цикле должно быть два две разных группы оператор одна занимается тем пейлотом а другая занимается изменением вот этих условий только в этом смысл так-то понятно что все можно запихать в одну такие дела ну питон не был бы питоном если бы он нам не предоставлял да ну разумеется в питоне есть операторы break и continue давайте не буду про них рассказывать все их знают наизусть это все есть во всех языках программирования оператор break производит экстренный выход за пределы цикла оператор continue происходит экстренный переход на начало цикла из произвольного места вот но питон не был бы питоном если бы не предлагал немножко синтаксического сахару вот нужного для некоторых определенных шаблонов программирования давайте значит сейчас давайте как-нибудь попроще тут ну давайте так вайл а равняется int ну просто input input не равно да print а дали нет плохо пустой цикл вот смотрите я организовал ссылку цикл по воду кстати видите классический способ использования волос оперейтер да когда у вас есть цикл по воду и он же одновременно по проверке условия теперь давайте представим себе что это что эта процедура поиска что мы реализуем 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 алгоритм под названием поиск первого классический алгоритм изучаем в начале первого курса первом семестре вот это все а а именно нам надо за все из всех этих импутов проверить был было ли число ну доставе строка равной ну допустим куку да значит иф а равняется куку надо написать что-то типа ну не знаю рез равняется true соответственно здесь мы напишем рез равняется фолс вот здесь можем еще на сеть брык и здесь напишем print рез вот такой кусочек цикла будет нам вводить до пустой строки и напишет фос если мы мы куку не ввели вас или напишет true если мы куку ввели значит что здесь не то чтобы смущает а скажем так вызывает некоторые наводит некоторый шум в алгоритме поиск первого наличие вот этого флага мы должны всегда помнить нашли мы что-то в последовательности не нашли и для этого даже заводить целую переменную паттерн поиск первого он такой ну просто всегда и везде встречающийся вот в питоне для этой цели есть специальная конструкция которая может быть использована не только в паттерн поиск первого но еще во многих местах вот который выглядит как клауза else к циклу цикл в клауза элс к циклу вайл работает ровно так же как клауза элс к оператору if если вот это условие не выполнено мы выходим из цикла и выполняем клаузу элс но если мы вышли из цикла по брейку разумеется клауза элс не выполняется то есть ее внешний вид примерно такой же как у значит как у клауза элс к оператору цикла к оператору условному элс 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 принт чё там но куку вот это мы убираем это мы убираем это мы убираем вот здесь пишем принт есть куку и вот так вот работает оператор оператор цикла с клаузой элс не было забыл второй янтер нажать было обратите внимание на то что во первых эта штука повышает читаемость потому что каждый раз нам нужно объяснять нет мы ввели эти переменные не потому что она нужна только для того чтобы был флаг потому что мы нашли или не нашли вот вся вот это ахинея во вторых мы четко разгруппировали ту группу операторов которую нужно нужно выполнять в случае если некоторые внешние условия наступила и ту группу операторов, которую нужно выполнять в случае, если условие так и не наступило, а цикл закончился. Вот это вот клауза else к циклу while, которая делает, как видите, строчек стал ненамного меньше. Строчек стал ненамного меньше в козе. Но само разделение цикла, точнее не цикла, а исключительной ситуации в цикле на то место, где она наступила, и то место, где её не наступило, оно стало совершенно очевидным, и это сильно повышает читаемость кода. Можно посмотреть в какой-нибудь очень-очень давний ПЕП, я, к сожалению, его не нашёл, где, возможно, ПЕПа нет, возможно, Гвид это сразу из головы задизайнил. Вот если ПЕП есть, то можно посмотреть, какая там рационализация этого дела, почему это введено. Но вы сами видите, что этот код читается удобнее, чем вот этот. А тут ещё пришлось бы, смотрите, тут бы ещё пришлось проверять, if, res, print одно, else, print другое. А тут прям вот. Такие дела. Значит, клауза else к оператору while, это прям вот. Тем временем я успел ещё раз рассказать про то, что цикл по вводу можно организовывать вот таким вот способом с, как видите, вот это вот, давайте прям скопипастим. Или нет, давайте просто напишем, время есть. While get равняется, или там, ну, get равняется, нет, var равняется. Input, это input, тут буквы не было. Вот, print, да ёлки-палки. Вот. Обратите внимание, только тут не равно, а двоеточие равно. Обратите внимание на то, что в случае, если нам не нужно вот таких вот вещей, а нам их не нужно, вот это было лишнее. Помним, что это пустой объект, да, и, соответственно, работает точно так же. Да, вот это сравнение было не нужно, и эти скобочки были не нужны. Смотрите, как красиво получилось. Любой цикл по вводу или по последовательности, в который признаком конца последовательности является пустой объект, работает вот так. Один из юз-кейсов использования в образ-оператор, прямо описанный в методической литературе. Ну вот. Ну и да, или вот так вот, если у нас в конце. Такие дела. Значит, на этом я внезапно закончил, опять я прочёл лекцию за час вместо полутора. Ну давайте поговорим про домашние задания. На самом деле про домашние задания имеет смысл поговорить. Значит, первое, что имеет смысл иметь в виду в домашнем задании, там могут встречаться всякие математические функции. Лекция по математическим функциям у нас ещё не было. Вот. Сложности в этом нет ровно никакой. Вот. Вы просто делаете from... Смотрите. Вот у нас есть пространство имён текущие, в котором практически ничего нету, только какие-то кишочки от ПТ-Пайтона. Вы говорите from mass import звёздочка. И у вас внезапно в неймспейсе появляются всевозможные математические функции типа синуса. Как известно, синус маленьких величин близок к нулю, тангенсов всяких и прочего, и прочего, и прочего. Вот. Есть даже число Пи и число Е, если что. Вот. Соответственно, если для решения домашних заданий я просто не помню, я их уже сделал, но я не помню, нужно там или не нужно, потребуется какая-то математика, ищите её вот здесь. Тут всё, что нужно, есть. Более подробно про математику мы говорим после. Во-вторых, если это не сказано отдельно, крупным шрифтом, ну или, скажем так, с привлечением внимания, вывод домашних... Значит, домашние задания мы выполняем, как вы видели, на E-Judge. E-Judge проверяет домашние задания по умолчанию так. Он на стандартный ввод вашей программе скармливает некоторые эталонные данные, а ваш стандартный ввод сравнивает с некоторым эталонным выводом. Поэтому, когда вы пишете программу на питоне, используйте просто оператор print для результата и выводите этот результат, как он есть, потому что именно с этим будет сравнивать именно с этим будет сравнивать E-Judge ваш результат. Не пишите никогда... То есть, если это не сказано отдельно, не пишите каких-то странных операторов вывода, принта будет всегда достаточно. Даже если, например... Это, кстати, в сегодняшнем домашнем задании будет. Даже если, например, у вас объект это int, именно int, именно int, пишите прямо так. И это выведется на стандартный вывод, E-Judge это проверит, и ровно так оно и должно быть. Та же самая история связана с вводом. Вот в том домашнем задании к Hello World, который вы делали, никакого ввода не было. Ввод всегда делается стандартного ввода. Никогда не пишите что-то типа input. вот так никогда не делайте, потому что у вас в стандартный вывод попадет это самое введите. Никаких подсказок, просто обычный input. Это второй вопрос. Если домашнее задание предусматривает какие-то арифметические выражения, то есть на вход подаются числа, вы можете написать что-то такого, что-нибудь такое, типа float от input. Это поможет вам справиться с ситуацией, заранее справиться с ситуацией, когда у вас, вы неправильные данные вводите, у вас там не число на входе, а какая-то фигня, ваша программа упадет раньше, чем вы ее зашлете на инженчик. Но если у вас в домашнем задании написано что-нибудь типа введите несколько чисел через запятую или что-нибудь такое, рекомендуется использовать таблетку. Эту таблетку использовать разрешено, я рассчитываю на то, что вы будете ее использовать и все такое. Таблетка называется ЕВАЛ. ЕВАЛ это такая чересчур волшебная функция в питоне, которая делает следующее. Вот, допустим, у нас есть строка. Это просто строка, если что. ЕВАЛ же интерпретирует эту строку как выражение питона. Дело в том, что питон у нас же интерпретатор, правильно? Поэтому ему ничего не стоит взять строку, прямо тут же ее интерпретировать, выполнить, вычислить и вот все такое. Обратите внимание, что результатом ЕВАЛ от С является не строка, а, собственно, 1 плюс 3, то бишь целое число 4, у него тип int. Обратите также внимание на то, что если в ЕВАЛ написать, в С написать какую-нибудь гадость, эта гадость тоже выполнится. Не пытайтесь проделать это над Еджаджем, Еджадж в достаточной степени огорожен от таких неприятностей. Ну, то есть, кто неприятность попытался доставить, будет известно, а неприятности не будет. Вот. Значит, дальше больше. Значит, поскольку ЕВАЛ это интерпретатор строки как питонского выражения, вы можете вполне, если вам сказано, что значит, что надо вести что-то там через запятую, допустим, вот так вот, ЕВАЛ от С. А, ну да, С равняется, ну, скажем, 12, ТРУЯ, ну и там, не знаю, КВЯ. Вот. Обратите внимание на то, что всё преобразование данных за вас уже сделал питон. Питон распарсил эту строку, он понял, что это тюпль, что это кортеж, потому что это кортеж, синтактически верный. Он распарсил первую лексему как числовую константу 12, вторую лексему как булевскую константу ТРУ, и третью лексему как, это не лексема, ну неважно, и третий элемент как строковую константу КВЕ. И поскольку это тюпль из трёх объектов, он связал эти три объекта тремя именами, у этих трёх имен ещё и разный тип, здесь будет in, здесь bull, здесь стр. Короче говоря, вот один евал, вот такая конструкция, скорее всего, будет присутствовать в ваших домашних заданиях, там, где сказано введите что-нибудь через запятую. Вот, не стесняйтесь этого, наоборот, в какой-то момент вам придётся от этого отвыкать, потому что некоторый ввод устроен по-другому. Ну вот, значит, у нас тут в чатике в ютубном есть человек, который отпускает шуточки, а потом их удаляет. Ну, нет, это, кстати, не самая плохая шуточка про то, как удалить из Линукса французский языковой пакет. Но я её расскажу завтра на лекции по разработке под Линукс. Завтра есть лекция? Что? Завтра лекция по разработке приложений под Линукс. Вы это ещё нацениваете культуру с на какой-то фразой. Да. То есть, я просто шутку пакет шуточки. Это была наша реклама. Записывайте наш спецкурс. Вот. Значит, ну вот, соответственно, у нас осталось пять минут на то, чтобы бегло обозреть, оборзеть, просмотреть домашнее задание и поговорить о том, что будет в следующий раз. Значит, домашних заданий четыре. Вот. Значит, в домашних заданиях есть такая тема, называется спойлер. Дело в том, что иногда алгоритм, который требуется для решения эффективного домашнего задания, не самый простой. Ну, грубо говоря, это задача взята из Олимпиады для младших школьников. Вот. И поскольку мы здесь занимаемся не алгоритмикой, не изучением хитрых алгоритмов, а пытаемся научиться думать на питоне, то алгоритм на русском я могу предоставить, но если у кого-то из вас есть челлендж самому решить, задачки, в которых есть алгоритм, но он скрыт спойлером, для того, чтобы посмотреть, надо нажать на кнопочку комментарии. И тогда всё будет испорчено, и вам придётся просто переводить с русского на питон, а так можно ещё подумать. Вот. Значит, формулировка задания есть также и на Еджадже, но имейте в виду, что Еджадж не всегда удобен. Ну, надо залогиниться ещё. Попал. Вот. Ну, я все эти задачи решил уже. Значит, а зачем я сюда полез вообще? С условиями. Да-да-да. Вот эти условия не всегда выглядят хорошо в Еджадже, поэтому старайтесь не смотреть сюда, старайтесь смотреть на страничку с лекцией. На страничке с лекцией вот за эти условия я отвечаю. Иногда бывает так, что в чатике люди говорят, слушайте, у вас тут неоднозначность в условии. Вот. И я его исправляю здесь, а на Еджадже исправлять забываю, поэтому смотрите сюда. Вот. Значит, не забывайте переходить по вот этой ссылке. Там иногда бывают дополнительные всякие подсказки и комментарии. Вот. Их здесь не видно. Ну, и, собственно, всё. да. Было уже сказано, что в сегодняшних наших задачах не надо, нельзя использовать, ничего хранить. У нас мы ещё не проходили составных типов данных, поэтому всё, что мы, все последовательности, которые мы тут вводим, мы их просто вводим и обрабатываем поэлементно, нигде не храним. Вот. А в последней задаче про сумму кубов рекомендуется не использовать вещественные операции, а то вы просто в процессе на постоянке, а то вы не пройдёте по времени тестов. Вот. Такие дела. Ну вот. Значит, это, видимо, всё. Давайте я ещё скажу, что у нас ожидает... человек тут жалуется, что ему очень непонятно задание. Я вам сочувствую, но обычно, когда человек говорит, у меня вопрос. Я говорю, а в чём вопрос? Мне ничего не понятно. Обычно я... Ну как бы, это значит, что человек просто хочет, ему посочувствовали. Если бы у него был вопрос, он бы задал вопрос. Так что вот. Значит, да, что у нас планируется в следующий раз? Давайте посмотрим и на этом закончим. О, в следующий раз как раз мы будем разговаривать про последовательности, про оператор фор, про протокол итерации, вот про это всё. Вот. Таким образом, у меня на сегодня всё. Если есть вопросы, задавайте. Проверка полностью автоматизированная. В том смысле, что от вас требуется именно соответствие этому самому. От вас требуется именно соответствие эталонного вывода, вашего вывода эталонного. А что? предвидится если вы вместо полиминального алгоритма зафигачивали экспоненциально и не прошли по времени нет нет повторяю потому что у нас с вами предположим предположительно вас это мы уже научили у нас с вами задача научиться думать на питоне не простые задачки нужны именно для того чтобы стимулировать вот мыслительный процесс а дальше как хотите как правило бывает хочу сразу предупредить как правило бывает что я из головы делаю какое-то решение стараясь его написать как можно более коротким чтобы его потом можно было читать если вы попросите когда-нибудь его разобрать и практика показывает что короткое решение на питоне она же самый эффективный поэтому имейте это в виду я вот много раз с этим сталкивался чек нагородил там за счет какие-то 80 строк какого-то чего-то и она не проходит по времени у меня 14 только решение и чай делаю не так так что имейте это в виду старайтесь писать красиво питон один из немногих языков программирования на котором реально красивый красиво написанный код автоматически еще и более эффективный более понятные все остальное я не знаю как грида это удалось свое время но вот я до сих пор от этого прусь вот ну что еще вопросы в чатик засыл человек и сказал добрый день и вам добрый день ну все тогда всем спасибо